Такой любимый, знаковый и многострадальный. Нагорный парк вновь в ленте происшествий. Это весной на верхней террасе провалился асфальт. Интернет увидел уже ремонт. В результате восстановительных работ устранен выход воды из водоприемного лотка и колодца. Произведена засыпка места провала инертными материалами. Стихия воды ежегода наносит ущерб Нагорному. В 2017-м, через год после террасирования, не выдержал первый склон. Работы выполнены качественно. Лотки справляются. Пока еще грудь не задерновался. Происходит размыв во время обильных дождей. Склоны насыпные. Сетки на них не было. Вода подмывала песок. Ведь стекать ей тоже было некуда. Стоимость благоустройства Нагорного в 2018-м году составила 40 миллионов рублей. Нужно было везде простоять. Потому что все равно какие-то сеточки нужны. Но я думаю, что, наверное, просто времени у строителей не было. Я еще иду, думаю, почему ливневки вот здесь вообще не видно. Эксперты тогда говорили о недостатках системы водоотведения и о том, что земле нужно утрамбоваться и задерноваться, чтобы трава держала верхний грунт. Вода и земля – разрушающие силы. А то, что не могло упасть, трещало. В октябре 2017 года на нижней террасе Нагорного парка появилась большая трещина длиной больше 20 метров. Очевидцы тогда писали, что заметили ее еще за несколько месяцев до этого. Впрочем, она до сих пор здесь. И спустя пять лет здесь вновь произошел инцидент несколькими уровнями выше. И хотя большинство людей сегодня в целом довольны новым общественным пространством, факты провала природного или строительного налицо. В мэрии нам усно пояснили, что с наступлением тепла вновь озадачится укреплением покрытия, причем оно будет усовершенствованного типа. Во сколько это обойдется городскому бюджету, пока неизвестно. И гарантии на то, что провалов не будет, никто не дает. Впрочем, более подробный комментарий по улучшению качества Нагорного чиновники обещают еще дать. Ждем ответа. Анастасия Драган, Александр Антропов, Вадим Быстревский. День с толком.